МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реализованы в рамках программы развития организации объединенных наций. Золотое пяро Белой Руси. Сегодня у Гомеля отбылось ознагороджение переможца областного этапа республиканского конкурса. А зараза об этом и иншим больше подробно. Александр Лукашенко сустроился с керунником Сената Оле Мажлиса Узбекистана. Так у этой держави называется Верхняя Палата Парламента. Нигматила Юлдашу, означаливая ее уже три с половой годы. И это его первый визит в Беларусь. Под часу встречи беларусские лидеры означают высокую динамику в развитии относительно с Узбекистаном. Летность товарооборот помеж краинами досягнул 130 миллионов долларов. Вырос удвоя в параунане с 2016 годом. Беларусь экспортует тракторы, сельгазмашины, дорожную и будовническую технику. В Узбекистане открыты первые сборочные вытворческие Амкадора и Бабруйск-Аграмаша. Миновито поглубление промкооперации, инициатива президента у двух краин. За последний год, ну, может, чуть больше, если брать новую эпоху, как я часто своему другу Шаркатову говорю, мы беларусско-узбекских отношений сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет. Даже больше, чем за 20. И знаете, моей заслуги здесь минимум. Заслуга вашего президента. Будучи премьер-министром, увидел весь мир, спокойно оценил ситуацию не только на оси Минск-Ташкент, но и по всем направлениям, и совершил приличный рывок. Я ему об этом сказал на саммите ШОС. То, что вы сделали в международных отношениях за последнее время, опустив их на базу экономики, мне кажется, ни одному из государств мира, по крайней мере, я таких государств не знаю, тем более постсоветского пространства, не удалось сделать. Вы просто молодцы за эти годы. И свидетельством этого прорыва Узбекистана на международной арене свидетельством служат наши отношения к Беларуси и Узбекистану. Я очень позитивно оцениваю эти отношения. Мы практически сделали все то, что планировали с ним. В таких коротких наших встреч, переговорах, начиная с того памятного события, когда ушел бывший президент, и я посещал Узбекистан. И до сего дня. Мы с ним договорились, что прежде чем мы будем встречаться официально в Узбекистане, мы должны что-то сделать, чтобы мы могли узбекскому и белорусскому народу положить что-то на стол и сказать, что вот мы что-то сделали. Мы активные сторонники и, если хотите, двигатели того прогресса, который вы осуществляете в Узбекистане, вы на нас можете расширить. В Беларуси могут скоротить термины плановых отключений гаражей воды летом. Зараз Министерство жилево-коммунальной господарки с уместностью плазобеспечательными организациями проводит ответственный анализ. Конец весны и летние месяцы традиционный час для проверки ремонту теплосеток. Жихарам по два тын'я заставаться без гаражей воды не привыкать, а ли греть воду у кастрюлях докладно не у радость. Кто-то продбачливо усталевал в своих квартирах бойлеры и об такой проблеме забылся назавжды. А для таких меньшинств, а стат не терпят и задают пытания, те надыдят час, кали гаражую воду отключать не будут, або этот период скоротится до лишенных дн. Пришим некольких годов тому гаража вода зникала на целый месяц. Ее плановое отключение селита не перевышает двух тыднях. У некоторых районах Гомеля, наприклад, гаражую воду горожанам вертали и ранее. Дальше могшим больше скоротить термины «чаканья» и «снуем». На сокращение вот этого времени 14 суток. Мы уже довольно давно практикуем это сокращение. Первое, мы начали это в центральном районе. Там имеются для этого все возможности, потому что все основные стволы и основные отцветления там уже оснащены петрубами. Соответственно, мы имеем все возможности для того, чтобы после проведения гадроавлических испытаний, от которых, как я уже сказал, отказаться нельзя, ну почти сразу же после окончания этих испытаний начинается включение наших трубопроводов в работу. Ну и, соответственно, если готовы потребители, они тоже могут это делать сразу же после нашего включения. У трех с пяти районов тепловых сеток профилактичная проверка уже завершена. Вы пробовании засталося провести я шеу-двух. Завтра гаража вода зникне у заходнем районе, у пауднем отключат 17 липеня. Завтра у Гомели пройдет шарговый день предприемства. Вакансии пропануя на гэтый раз Гомсельмаш. Потрабуются токеры, фразеровщики, водители, маляры. Усяго успися каля 20 профессий. День предприемства пройдет у городским управлений по праце и занятости и социальной обороне Гомельского гарвы Конкама на Пролетарской, 18. Початок у 10 годин ранецы. Даречше, у Агульно-Республиканским банку вакансии зараз каля 10 тысяч пропану об работе у Гомельской в области. Больше за все потребуются урачи, водители и продавцы. Комитет Державного контроля у Гомельской в области проводит гарачую линию па пытанях забеспячения организациями в области об грунтованности разликов платежоу за ЖКГ, яке предъявляется насельництво. На пытані ЖКРУ Регіона откажа начальник управлення контролю Галін Господарки и Грашова кредитной сферы КДК Гомельской в области Виктор Руноу. Грача лінія пройдя 15 червеня с 10 до 11.30. Звертаться треба па нумыры 23 83 91. Сьогодні у Гомелі провіляю рачісты сход пример каванний до дня медицинських работнікаў. І хоч непосредно професійная свяда буде означацца толькі ў неделю 17 червеня расказаць об ситуацію у Галінію знахародзіць лепшіх вырашылі ўжо зараз. Падстав для добраха настру у медыка у Гомельской в області сьогодні хапае, ібо да і самая галуны. Паспяховая выканання державных программу сфера ховы здоровья насельництва паспрыяла паляпшэню першасной медыцинскай дапамогі і захаванню установчай дэнамікі асновных медыка-демографічных пакашыкаў. Абраша таго означаца павілічэння колькасті высокоэтехнологічных медыцинскіх умяшанняў у Тымліку і на районным узроўнім. Так, калі ў 2013 годі ў в області було праведзіна крыху больші актры тысэчы такіх апірацій, то летось большак 6900. Укаранені і развіцю высокіх технологій стала махчыма у Тымліку цякуючу мацаванню матеріяльне-технічній базы і кадроваха патанціялу медыцинскіх арганізацій. Укомплектованась установа ховыздаруўю Гомельскай в області урачамі піра висіла 96, а середніми медыцинскіми работніками 97%. Значная работа проводіцца па інформатизаціі галіны. Сьогодні всі арганізація ховыздаруўю Гомельскай в області мають махчыма стелі медыцинська консультавання. У області активно окараняецца аутиматизаванна інформаційна система електронных рецептов. У Гомельскай в області забезпечена стабільне виконання усіх соціальних стандартаў у галіні аховыздаруўя. Основне пріоритетне направлення здравоохраняні Гомельскай області остаюцца стабілізація основных медыцинскіх і демократіччіх показателіў, організація роботи врача общій практикі, безусловно, создання необхазімых условій для качественной роботи медыцинскаго персонала і комфортных пребывані пацієнтів в наших учрежденнях здравоохранення. Сёння УВЦЦІ презентовалі новы праект, реалізованы у рамках праграмы развіця організація об'яднаных націй. Ягумэта – выхавання культуры паводзен ў чалавека ў новакольным асяродзі. Па екалагічній стержці прайшоў Олег Сюнцюроў. У плані реалізации місцевых інициатив «Ветка» на Гомиччине явнася рот лидерів. Тогі сё літа тут презентують пять проєктів, причім більшість з їх моя молодёжна накерованост. Тут і дитячий городок, і антивандальна спортивна працівка. Сёній вецкавчан запросили на открытё екалагічній стержкі. У адрозі нет традиційній екалагічній стержкі, яка я маю на увазі перш за сё прогулку па тім жалесі. Ветковскі проєкт у чай спортивно-познавальні іниціаторами выступили районний профсоюз работників едукації і науки і перша середня школа. В 2016-м подали заявку на удел. Летось отримали більше 23 тисячі евро. Іниціативу реалізували у рамках проєкту программы Организации Об'єднарних націй саденичання і развиті на місцевому узровні у Республіці Беларусь при фінансовій потребності Європейського Союзу. Непрерывне екалагічне воспитання очень важне не тільки для учащихся учреждений общего, среднего, дошкольного образования, но і для містного населения. В результате цього була написана іниціатива создання екалагічної тропи. Ми поучаствували во второму конкурсі містних іниціатив і получили денежні средства на реалізію нашої ідеї. Ветковська екалагічна стежка продовжується в нескільки етапів, починаючи від канатной дороги, боди самих закопляючих елемент проєкту. В свараді її зуликом наявності у пешій школі міста, де тренирується в деньгі з поборництву по скалолаженню. У якості мере безпеки специальна спортивна страховка. Синя Чубова канатну дорогу проходит в першій і одразу делиться ураженням. Сначала чуть-чуть було страшно, тому що я в первый раз це делала. А так не дуже сложно було. В протягах канатной дороги на Ветковській екалагічній стежці нескільки стационарних станцій, причем у кожні своє спеціфіка. На станції Паспробуй, наприклад, ориентир, правильне харчування. У гільнявой формі із завязаними варчыма необходно вызначыць пропануємія продукты харчування. Атримлюється не ва усіх, зато і емоцій на мяжі. Ясчайно задання – пошук рослин па картінках, што таксама не вельмі просто. Пачас падрахтовкі стежкі експерты з Гоменського державного университета провели мониторинг школьной території і знайшлі тут калі трохтысяч аб'єктів флоры і фауны. Для някага макчыма такі пошук стане штуршком для навоково-дослеччя роботи. Гэта одна з меток стежкі разом з форміраваннім навыков рецінального природок растання і выхаваннім культуры паводзінов у новокольному асяродзі. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадо-компанія «Гомель» з Вєткі. Сьогодні у Гомеля дбалося узнагародження піра-можців абласного етапу республіканського конкурсу «Золотое пяро Бєлай Русі». Дипломы і прызы ад організатору отримали молоді журналісты і будучі акулы-пяра. Експерты оцінювали глибіню падач друкаваных, фото і видеоматериалів, актуальність обраной темы і креативний аутарський підход. Вероніка Ворошиліна, Володе, подробязнастями. Республіканський конкурс «Золотое пяро Бєлай Русі» це шосте поліку, що от яноб'яд новий ініціативних і творчих хлопців і дівчат, які мкнуться, а дляустровують у своїх проектах тільки саме актуальне питання, обов'язково виказуючі особісты аутарський погляд на їх. Організатори відзначають, раз за разом пов'ялещується кількость конкурсних робот і глибій розкривається їх тематика, гэта створає певні тяжкості у праці професійного журы і викликає серйозні дебаты при візнашенні пераможців. В цьому гаду роботи очень були хороші, їх було много і сложно було оцініть середі них лучші, поэтому журі у нас дуже строгі, професіональні і відносились к роботам там очень-очень жістко, поэтому ті победітелі, які на сьогоднішній день і є, це, ну, дістічно, лучші з лучших. У знагародженні пераможців обласного етапу республіканського конкурсу «Золотое пяро Білу Русі» другий год заприладзіться у стінах теля радіокампанії «Гомель», що вельмі символічна, бо гэта споборніцтва якраз такі накеравана на пошук юних талентів. У ліку пераможців, автора ессе і друкованних матеріалів, фотосдімків і видеороліків. Даріше упершенню за історію проведення конкурсу «Золотое пяро Білу Русі» творча робота у радженца Гомельської в області заняла першіе місце на республіце. Моя робота выполнена в формі автобіографічного ессе, в якому я хотів на собственному примері показати, що в нашій країні є всі можливості і перспективи для саморазвития. Все літо у діл у республіканськім конкурсі «Золотое пяро Білу Русі» приймали не тільки будучі акулы пяра, але й молоді журналісты. Гран-при конкурсу номінації «Майстер» своєї справи отримав наш колега, виконавчий продюсер Дмитрий Котов. У ліку узнагороджених так само представники установу адвікації регіона. У худким часі роботи пераможців з'явіться у СМІ і соціальних сетках. Дарече, узнагороджені школьнікі уже зараз мають намер поспробувати себе у якості журналістів. Я заінтересувала вічі слово «журналіст», тому що слово знаю, а саму професію я ніколи не вникала. І дуже заінтересувала тім, що це треба бути всегда в курсі, в центрі всіх событий, інформацій. Хочу іменно на аудиовізуальну журналістику, на телевидення попробувати свої сілу. Надію, все получится. Після урочистой церемонії узнагородження для юних наведвальніків у стенах телерадиокампании «Гомель» була організована екскурсія як наглядну в'ядзенню професію. Присутні доведалися об радію і телекухні, кабу зять правильний курс у своїх творчих починаннях. Вероніка Ворошиліна, Валері Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Гомельський палацово-парковий ансамбль буде проводить майстер-класы по ганчарным майстерстві. Запрашаються усі жадаючі попрацоваць на ганчарным крузі і виробіць сувенір уласными руками. Майстер-класы будуть проходзіць на протягу летнього періду у центральній часці парка па четвергах, пятніцах і суботах з 12 до 15 годин. На гэтым випуск завершений, далі ефіри де-факто і спортивний огляд. А я з вами развітоваюся, всього добрага і до зустрічі у ефіри. Дякую за перегляд! У неї остался муж і двоє несовершеннолетних дітей. Сім'я считалась благополучно і на учете не состояла. В ході проведення пероначальних проверочних мероприятий по данному матеріалу проверки можна констатувати, що причинами суїцида жінчини явились несоціальні проблеми, що підтверджується образ жизни семьи, отсутствие данной семьи на учетах, а також содержанням прецмертной записки оставленої жінчини. Алкоголь, дорога, дерево. Именно по такой схеме в ДТП попал водитель автомобиля «Пежо», который накануне в Гомельском районе не справился с управлением на трассе М5. Это произошло около деревни Телеши. Мужчина съехал в левый по ходу движения «Кювет» и столкнулся с деревом. В результате иномарка получила сильные повреждения. В аварії пострадал 36-летний пассажир, который, как и водитель, также находился в состоянии алкогольного опинения. Мужчина был доставлен в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы. Один из водителей не предоставили права на беспрепятственный проезд автомобилю скорой помощи во время акции «Уступи дорогу спецтранспорту», которую накануне провели сотрудники областного ГАИ. В составе патрульного автомобиля машина медиков несколько часов курсировала по улицам Гомеля. Нарушителям инспекторы выписали штрафы. С помощью акции «Стражи дорог» задались целью привлечь внимание автомобилистов к проблеме беспрепятственного проезда спецтранспорта. Старинные английские часы 18 века пытался перевести через границу житель Украины. Сотрудники Гомельской таможни внимательно досмотрели багаж пассажира автобуса с сообщением «Киев-Речица». В личных вещах мужчины они обнаружили незадекларированный раритет. Корпус настольных часов украшен литыми вставками и фигурками из металла. На циферблате оригинальный текст. На черном рынке стартовая цена экземпляра может составлять несколько тысяч долларов. Антикварная вещь была отправлена на экспертизу. Эксперт подтвердил, что часы изготовлены во второй половине 18 века и относятся к категории культурных ценностей. По предварительной оценке стоимость такого изделия составляет около 6 тысяч белорусских рублей и соответственно подлежит письменному декларированию. Материалы дела переданы в суд Центрального района для принятия решения о привлечении к административной ответственности и о обращении в собственность государства предмета административного правонарушения. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Гомеле продолжаются областные олимпийские дни молодежи по пляжному волейболу. Турнир собрал 12 команд из разных уголков нашего региона. Участие в нем принимают девушки и юноши 2001-2002 годов рождения. Баталии проходят на песчаных площадках стадиона «Луч», которые оснащены необходимым инвентарем и соответствуют всем требованиям. Хороший песок, солнечная погода и дружественная атмосфера придают зрелищности этому и без того красивому и грациозному виду спорта. По итогам областных соревнований лучшие команды представят наш регион на республиканских стартах в Молодечно в конце июня. К слову, пляжный волейбол как самостоятельный вид спорта развился из классического. Наибольшее распространение и официальный статус получил вариант игры 2 на 2. Он требует традиционных для волейболистов прыгучести, хорошей реакции, силы и чувства мяча. А также особой выносливости, поскольку в игре на песке спортсменам приходится чаще совершать прыжки и рывки, к тому же, как правило, делать все это в условиях высоких погодных температур. С 1996 года пляжный волейбол присутствует в соревновательной программе Олимпийских игр. В последнее время он приобретает все большую популярность и на Гомельщине. Уже на протяжении лет наверное 7 пляжный волейбол. Гомельская область представляет очень хорошие показатели на Олимпийских днях молодежи, на первенстве республики, на спартакиаде Дю США. Постоянно победители, призеры. С нашей Гомельской области большее количество людей, спортсменов, которые представляют молодежные сборные Белоруссии по пляжному волейболу. В Гомеле состоялся чемпионат области по плаванию на короткой воде. Трехдневные соревнования проходили в стенах с дюшор номер 7. Сюда съехались перспективные молодые спортсмены из Жлобина, речицы, Светлогорска, Мозыря, Калинковичей и всех районных центров города над Сожи. Это представители второго и первого взрослых разрядов, а также кандидаты и мастера спорта. Они демонстрировали свое мастерство на разных дистанциях и в разных стилях. Вольный баттерфляй, браспина и комплексное плавание. Настроиться на достойное прохождение водной полосы помогали как постоянные тренировки, так и внутренняя сконцентрированность и уверенность в собственных силах. За ходом соревнований и правильностью выполнения всех технических моментов пристально следили профессиональные судьи. В целом, чемпионат Гомельской области по плаванию на короткой воде это отборочный этап на республику. Победители и призеры региональных соревнований имеют все шансы пополнить копилку новых перспективных имен спортивной молодежи страны, подняв планку результатов на еще более качественный уровень. Победители и призеры награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. Очень много было хороших результатов. Показали юниоры наши, не взрослые, а достаточно хорошие. Я думаю, что с этими результатами они будут претендовать не только на попадание в финал на чемпионате Беларуси, а сражаться за награды. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.